С вами новости Анапы в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Я бы хотел, чтобы мы были первыми, может быть, даже недосягаемыми. Депутатский челлендж. Народные избранники совместно с Анапским отделением «Единой России» приобрели для городской больницы несколько тысяч масок и перчаток. Сегодня депутаты утвердили бюджет Анапы на следующий год. Его доходная часть составит более 5 миллиардов рублей. Основные расходы – социальная сфера и развитие курортного потенциала. На последней в этом году сессии Совета муниципального образования также рассмотрели и изменения в ряд программ. Все подробности в нашем сюжете. Восьмая сессия Совета муниципального образования началась с поздравлений. Сегодня свой юбилей 50 лет отмечает депутат Андрей Викторович Дубошин. Он представляет интересы жителей Субсехского сельского округа. За плодотворную работу и вклад в развитие курорта Андрей Викторович был отмечен благодарностью мэра. От поздравлений депутатский корпус сразу перешел к работе. На повестке дня – утверждение бюджета курорта на 2021 и на плановый период последующих двух лет. Проект документа уже прошел публичное слушание. Так, общий объем доходов на следующий год составит 5 миллиардов 250 тысяч рублей. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Также депутатский корпус утвердил план работы Совета на следующий год и положение об организации и проведении общественных обсуждений. Они будут касаться вопросов городостроительства. Сегодня Совет депутатов рассмотрел 16 вопросов. Большинство из них касались бюджета курорта и изменений в муниципальных программах. На самом деле вопросы касались будущего нашего муниципального с вами образования. В первую очередь это, конечно, бюджет. Вы сегодня приняли бюджет на 2021 и плановый 2022-2023 год. Это стратегический документ, который определяет развитие нашего муниципалитета в будущем. Также рассмотрели изменения в ряд муниципальных программ, которые также определяют наши перспективы развития всех отраслей экономики и социального блока на ближайшие годы. Анапа – территория особого значения для Российской Федерации. Сегодня на этой территории есть уникальные объекты – Министерство обороны, Министерство зоохранения, Министерство просвещения. Объекты, уникальность которых позволяет нам гордо говорить, что Анапа номер один во многих направлениях. Сегодня на территории нашего муниципального образования есть много вопросов, есть много проблем. И наша с вами задача – сделать все для того, чтобы изменить эту ситуацию. Эта сессия – последняя. Следующая встреча состоится в 2021 году. Специалисты уже разработали поквартальный план работы, в который включены заседания совета и профильных комитетов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Организация парковок, размещение социальных объектов в новых и будущих жилищных комплексах. Эти вопросы стали основными на очередном заседании общественного градостроительного совета. Алексей Девикин продолжит. На очередное заседание пригласили представителей застройщиков, к которым возникли вопросы у членов общественного градостроительного совета. Жилой комплекс «Анаполис» по запросу предоставил план размещения парковок, а также социальных объектов. В муниципальную собственность уже переданы три помещения, где могут располагаться амбулатория, почта и пункт полиции. На вопрос, не появятся ли там коммерческие точки, ответ однозначный. Помещение городу передано. То, что там не будет ни пятерочки, ни семерочки, это однозначно. То, что он будет использоваться для каких-то для нужд города, в том числе для социальных целей, это тоже однозначно. Еще один объект – апартамент-отель на проезде «Голубые дали». Там застройщику настоятельно порекомендовали узаконить назначение участка под парковку, чтобы люди не оставляли машины на проезжей части. Экологи отметили важность организации ливневых стоков при строительстве новых объектов. Мне кажется, что пора как бы уже, ну, серьезно задуматься над этим вопросом и начать рассматривать эту ситуацию немножко по-другому. Иначе мы все утоним в обсуждении того, насколько, скажем так, какие-то социальные ответственные застройщики там, скажем, выполнили социальное обзорство. Сделали там детскую площадку или отдали помещение муниципалитетам. Это все здорово, конечно, но мы при этом можем загубить курорт. Загубить курорт никто не позволит. Для этого и создан общественный градостроительный совет. Все проекты перед выдачей разрешения на строительство будут проходить через обсуждение экспертного сообщества, которое также активно участвует и в разработке генерального плана Анапы. Он должен быть принят уже в конце следующего года. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Итоги года подвели анапские казаки. И районному казачьему обществу действительно есть что вспомнить и чем гордиться. Год был непростым. И, что называется, на передовой всегда были представители казачества. В Совете Атаманов принял участие мэр Анапы Василий Швец и председатель Совета депутатов Леонид Красноруцкий. Анапские казаки признают, уходящий год был непростым и насыщенным. Их служба была востребована везде. В период пандемии более 500 человек усилили патрули в составе мобильных отрядов самоконтроля. Казаки проводили сборо-доставку продуктов и медикаментов в нуждающиеся семьи. Нельзя забыть и помощь казачества в ликвидации пожара на Утрише. И снова, мы скажем так, на передовой, в первую еду, и у нас в тушении пожара были привлечены около 200 казаков, которые, в принципе, видят палочной воде, еще с ночи начал осуществлять охрану общественного порядка, эвакуацию людей вместе с сотрудниками МЧС, сотрудниками администрации. Организация работы с подрастающим поколением лучше всего выстроена в Анапе. Так решила комиссия Союза казачьей молодежи Кубани по итогам уходящего года. Вот лишь один показатель. За этот период количество казачьих классов в Анапском районном обществе выросло с 86 до 114. Всего в рядах молодежной муниципальной организации более 3000 человек. Вы сегодня очень многое сделали уже и делаете для того, чтобы воспитание молодежи было на серьезном уровне, образование, мы сейчас сказали про казачьи классы, спортивная составляющая, военно-патриотическая составляющая. Это, безусловно, то, в чем мы сегодня очень сильны уже. Мы, как Анапское равно казачье общество. Я бы хотел, чтобы мы были первыми, может быть, даже недосягаемыми. Это просто, я надеюсь, чтобы мы были сильными экономически. Экономическое развитие казачества в Анапе – одна из главных задач районного общества и власти. В муниципалитете нужно создавать и развивать казачьи предприятия со своими кадрами и устоями. Также мэр сообщил о решении создать в Чиконе краевой военно-патриотический центр. Идею поддержали губернатор Кубани и атамант Всероссийского казачьего общества. Сейчас идет оформление земельного участка. О важности сохранения традиций говорил и спикер городского парламента. Любое дерево без корней засохнет, любое здание без фундамента ровнет. И поверьте, братья казаки, как только засохнут наши корни и деревья перестанут расти на этой земле, на этой земле совсем другие семена посеют. Сделаем все для того, чтобы создать те условия, чтобы здесь наши сады росли. А напоследок атаман объявил о возрождении подзабытого районного конкурса. В Анапе вновь будут выбирать лучшее казачье подворье. Вот мы снова вводим этот конкурс «Лучшая казачья подворья». И по результатам 2021 года казаки утопают лучшую комиссию, казаки утопают лучшую казачьую подворье, получат приз. И кто хороший приз, я вам вообще старайтесь наводить бой от своего дома и в доме порядка. По традиции Совет Атаманов завершился церемония награждения особо отличившихся казаков. Лучшие из лучших были отмечены благодарственными письмами и ценными подарками. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Примут участие казаки и в рейдовых мероприятиях, которые пройдут на новогодних праздниках. Патрули будут контролировать исполнение требований Роспотребнадзора. В период повышенной готовности все массовые мероприятия под запретом, в том числе корпоративы и банкеты. Сегодня на Кубани изрегистрировано 185 новых случаев COVID-19. Один из заболевших – житель Анапы. Эпидситуацию на курорте обсудили сегодня на заседании оперативного штаба. Первыми вакцинацию от коронавируса уже прошли 150 анапских врачей. Вчера горбольница получила последнюю в этом месяце партию препарата. По словам медиков, в следующем году вакцин будет намного больше. В край планируют направить 200 тысяч. Поэтому поставить прививку смогут не только работники здравоохранения, но и учителя, полицейские, сотрудники МФЦ, социальной защиты, администрации и других структур. На протяжении последней недели у нас не увеличилось количество вызовов на дом, не увеличилось количество вызовов скорой помощи. Приблизительно одинаково идет количество лиц, которые госпитализируются в провизорном госпитале. Ситуация можно характеризовать как стабильно напряженной, но радует то, что не идет дальнейший рост. То есть те меры, которые принимаются муниципалитетом, они все-таки свой эффект имеют, и мы надеемся, что все-таки дальше этот рост не будет продолжаться. Сейчас продолжает работать анапский ковид-госпиталь. Кроме того, больница продолжит сотрудничество с частными клиниками. При выявлении подозрительных на инфекционные заболевания вы также должны оставаться дома, не выходить на работу, а обратиться в поликлинику и вызвать врача, сообщить, что вы контактны с COVID-19 для решения вопроса о выписке вам справки больничного листа и так далее. Все контактны получают уведомления от Роспотребнадзора, что они должны находиться на изоляции 14 дней. Кстати, тестирование на COVID-19, медицинские обследования и прием пациентов будут проходить и в новогодние праздники. Взрослые и детские поликлиники работают в штатном режиме, кроме 1 и 7 января. Рейдовые группы будут выходить на патрулирование города ежедневно. Управление торговли, Роспотребнадзор совместно с полицией и казаками проверят все кафе и рестораны курорта. В период повышенной готовности все массовые мероприятия остаются под запретом. Также оперативный штаб проработает организацию обсерваторов для гостей курорта, у которых есть подозрения на коронавирус. Этим вопросом займется руководство городской больницы, специалисты Роспотребнадзора и мэрия Анапы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Поддержать медиков не только словом, но и делом решили молодые депутаты Анапы. Совместно с партией «Единая Россия» сегодня они вручили врачам необходимые средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. В преддверии Нового года Анапское отделение партии «Единая Россия» и депутаты Совета муниципального образования решили поддержать инфекционное отделение городской больницы, где сейчас расположился провизорный госпиталь. По инициативе депутата Дмитрия Сорокина закупили 5000 медицинских масок и 1000 пар латексных перчаток. Это перчатки, это маски. Конечно, они нужны в госпитале, но и не только в госпитале, они нужны и в медикам приемном отделении, и в поликлинике. Тем более, что мы с 30 декабря открываем амбулаторный центр оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией на базе взрослой поликлиники, и пригодятся нам тоже маски и перчатки, не только для медицинских работников, но и для пациентов. Сейчас в госпитале работают 28 медиков, 4 смены по 6 часов. Расход средств индивидуальной защиты довольно большой, поэтому депутаты помогают кто чем может. Такая акция является не единоразовой. Наши депутаты, активисты партии «Единая Россия», они на регулярной основе стараются оказывать помощь нашей городской больнице. Буквально вчера у нас тоже прошла поздравительная акция. Были переданы 120 продуктовых детских наборов для детей, врачей, которые работают в красной нашей карантинной зоне. Мы также призываем и всех остальных наших активистов, наших жителей города поддержать эти добрые начинания, потому что в нынешних условиях очень важно, чтобы наши врачи, наши медицинские сестры, наш весь медицинский персонал чувствовали эту поддержку. Не осталось без внимания и детская больница в Алексеевке. В поликлинике и стационаре расходуются в среднем 3000 масок в месяц, резиновых перчаток – 300-400 пар. Депутат Амазасп Эйриян – сам сын врача и не понаслышке знает, какой это тяжелый труд. Поэтому кроме индивидуальных средств защиты привез подарки для детей-медиков. Это будет приятным сюрпризом для детей наших сотрудников. Спасибо большое. Вообще мы дружим, нам помощь оказывается уже не первый раз, и всегда она очень кстати и очень востребована. Очень благодарны. На сайте azamasp.ru и в соцсети Instagram Азамасп Эйриян также приглашает поучаствовать в этой акции «Добрых дел». Там есть даже специальный хэштег «Время помогать людям». Мною руководить то, что я живу в этом городе, и вижу все, что происходит на сегодняшний момент. Наши врачи низким поклон за их труд, за то, как они отдают себя полностью работе. Прошу всех поддержать, депутатов, меценатов, присоединяться, помогать кто чем может, нашим врачам. Оказать помощь анапским медикам может любой желающий. Для этого у нас предусмотрены различные формы поддержки. Это и автоволонтерство, это и волонтеры наших медицинских учреждений. При этом не обязательно иметь медицинское образование, но если у вас есть желание и возможность помочь нашей больнице, то мы всех призываем обращаться в наше местное отделение. Единая Россия находится на по адресу Крымская, 125. Это здание библиотеки имени Пушкина. Также нас можно найти в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграме. Наши страницы представлены там. Также вы можете написать сообщения, оставить свои персональные контакты. Мы с вами обязательно свяжемся. Депутаты уверены, помогая медучреждениям и их сотрудникам, мы помогаем людям, которые болеют коронавирусом и проходят лечение. Ольга Жмак, Михаил Попов, Анапа, регион. А волонтеры движения «Капельки добра» во время этой сложной эпидемиологической ситуации решили поддержать многодетные семьи Анапы. Волонтеры движения «Капельки добра» уже давно стали своеобразными волшебниками. Помогают и дарят радость как многодетным, так и семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Альфия Исхакова в числе тех 40 семей, которые находятся под крылом волонтеров. «Предновогоднее настроение. Очень хорошо, что есть такие фонды. Детям приятно. У меня ребенок инвалид, диабет первого типа, на инсулине. И нам очень хорошо, приятно, что такое внимание во время сложной обстановки. Помогают». Благодаря помощи предпринимателей Анапы для каждой семьи собран пакет с новогодними фруктами и конфетные наборы. Чем больше детей, тем больше коробка. «Реакция очень положительная. Все очень счастливы, довольны, всем очень нравится. Потому что перед Новым годом это в многодетных семьях, особенно, где очень много деток, допустим, 6-5 ребятишек. Есть такая семья у нас одна, пока где 10 детей есть. То есть для них актуальна любая помощь, как говорится, не только перед Новым годом, но и во все времена». Подопечные семьи сегодня забирают последние новогодние подарки. А волонтеры «Снегурочки» уже готовят очередную акцию. 24 декабря повезут сюрпризы для онкобольных детей в Краевую клиническую больницу. Ольга Жмак, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. И к другим темам. Кафе «Причал» приготовил для своих гостей новогодний подарок – особые блюда из праздничного меню. Их можно заказать на дом, здесь работает служба доставки. Или отведать коронные блюда из морепродуктов прямо в кафе. Конечно, при соблюдении всех правил профилактики. С этим здесь полный порядок. Кулинарное искусство по сложности не уступает живописи или музыке. Обычно таинство приготовления происходит за кулисами. Но для нашей съемочной группы шеф-повар «Причала» сделала исключение. Именно здесь, в сердце кафе, создаются уникальные блюда. В каждом своя изюминка. Например, новогодний салат «Оливье» повара будут готовить с нежным морским гребешком. В данный момент мы будем готовить утиную грудку с булгуром и шпинатом. Будет здесь секрет в приготовлении самой утиной грудки. То есть там будут добавлены специи и будет добавлено красное вино, которое утиная грудка очень любит и воспринимает к себе. Напитки частенько становятся секретным ингредиентом. Они придают мясу и рыбе особый вкус и аромат. А кулинарный процесс превращается в настоящее шоу. Это блюдо – одно из новогодних предложений «Причала». Праздничное меню будет доступно гостям с 31 декабря по 15 января. Зимний ужин в «Причале» – это изысканное угощение, вкусные новогодние коктейли, сладкие десерты и незабываемая атмосфера праздника. Кстати, побаловать себя особыми блюдами можно, не выходя из дома. Также мы предоставляем доставку в обычном ежедневном режиме, ну, конечно, к новогоднему столу, на любую компанию. Рыбное меню, морепродукты, конечно, наши черноморские позиции, они, конечно, всегда лидеры продаж. Для приезжих и для местных жителей. Ну, а посетители кафе запомнят не только вкус блюд, но и атмосферу «Причала». Сотрудники преображают зал перед каждым праздником. Новогодний вечер станет особенным. Поделиться эмоциями с коллегами и друзьями можно, отправив им фото с зимними декорациями. Кроме того, здесь работает детская комната, где может провести время ваш ребенок. «Причал» расположен по адресу улица Набережная, 19. Кафе работает ежедневно с 9 до 23. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапрегион. В преддверии Нового года все беспокоены поиском подарков. Но сложно придумать более универсальный презент, чем чай или кофе. Специализированный магазин «Чайная номер один» радует ассортиментом товара и новинками, среди которых, кстати, есть чай, произведенный в Анапе. Специализированный магазин «Чайная номер один» – это настоящая сокровищница для чайных гурманов и кофейных ценителей. Здесь собраны более 150 сортов чая и кофе, привезенные с разных уголков планеты, от элитной классики до современных новинок. В наличии известные и полюбившиеся всем чаи, как улун, пуэр, эрл грей, кудин и популярный сейчас чай матча. В большом ассортименте краснодарский чай, известный во многих уголках нашей страны, красочными упаковками привлекает внимание новинка и эксклюзив магазина серия «Чайные каникулы». У нас появилась новая линейка «Чайные каникулы». Она создана из лучших сортов черного и зеленого чая. Ее уникальность в том, что она производится только в Анапе. Приходите и пробуйте! В «Чайная номер один» большой выбор сладостей и кондитерских изделий – российский и бельгийский шоколад. Наборы конфет и печенья – подарки для детей и большой ассортимент сладостей для тех, кто следит за своей фигурой. «Чайная номер один» – настоящая находка в канун Нового года и Рождества. В магазине вам помогут создать подарочный набор по своему вкусу и придать ему праздничную форму. В наличии авторские корзины и великолепное наполнение для них. Вас ждут по адресу Анапа, улица Крымская, 177. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Смотрите выпуски на сайте napregion.ru или на наших страницах в социальных сетях. Программа по традиции завершит информацию о партнерах нашего выпуска. Я же с вами прощаюсь, удачи и берегите себя. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Спасибо. Спасибо.